Так, 50 человек нас смотрят, Никит. Ну, хорошо, стабильно. 50 это хорошо. Да, так что давайте еще 10. Мат-пешка в любом месте. Мат-пешка в любом месте. Ну, это мы вроде делали это много раз. Ну, мат-легали по заказу не получится поставить. Понятно, никогда. Потому что только одна определенная последовательность ходов в дебюте. Все, погнали. Мат-пешка в любом месте. Ну, мат-пешка и выполняем. Ну, что, не ставим мат-пешкой? Я сегодня ставил мат-пешка, это точно. Причем сильно шахматистам. Надо еще разочек. Хорошо, теперь на заказ. Мат-пешка, да. Давай усложним задачу. Мат-пешка, H или A. Зачем? Не знаю, веселее будет. Мы мат-пешкой быстро не поставим. Давай не будем затягивать эту игру. Хорошо. Скоро Аркон, или как его зовут, придет? Так он пришел уже давно. А ты откуда знаешь? Вот зло... Я не могу этот ник прочитать. Злоняшечка. Точно ладно? Да, абсолютно. Ну, если так, то мы ему сейчас вот выполним. Если, конечно, еще не поступит заявок, выполним вот этот мат-пешкой и... Будем приступать к камбэкам. Уже, блин, почти мат. Только не пешкой. Да ты просто... Вот... Он сказал, что он придет в шесть. Мы так грамотно подстраивались. А я тебе давно уже сказал, что Аркон и пришел. Сейчас А2 назад. Злоняй-4. Как... Как будем пешкой мы отдавать? Я не знаю, но... Я шо, экстрасенс? Посмотрим поближе. Ну, ну, что, Мэнш переведи? Побыстрее, Мэнш. Школотистам, конечно, кашель сваришь, если он сдается в равные позиции. Мистер Солянка, это... Кто-то... А, это Котомчин. Я уже почти всех запомнил, смотри-ка. Честно. А, кто такой Ишиваки? 56 человек. Не знаю. Так, ну что, мат-пешкой, да? Давай Жириновского найдем. Не так нравилось с ним играть. Кстати, через 8 минут половина. Ровно половину стрима. Как тебе? Слушай, я, в принципе, не устал. Это тоже так же. Спокойней. Тут еще футбольчик на заднем. Сейчас один закончится, другой начнется. В общем, будет весело это все. Да. У тебя есть телевизор, у тебя большое преимущество. Ты должен мне рассказывать, что происходит, хотя бы, каждые 5 минут. Апдейт. Нет, я... Кстати, шкала заполнена на 13%. Как тебе? Ну, теперь ты от картинга точно не отвечаешь. Тебе даже дали денег на него. Смотри, что нужно сделать. Рефрешный чат. А то они пишут количество зрителей. Ну, хотя я так могу сказать, что их сейчас 56. 6. Ээээ... Сидим, вот так. Перерыв. Че, первое сообщение посмечает. Посмечает. Перерыв. У меня что они пишут? А где это нужно писать? Да я их слегка идет. Ну, и ладно, это не так важно. Давай мат, мат ставить. Давай мат ставить. Дай мне угольнички. Я все-таки уже матов 50 поставил. На любой вкус. Разные виды шахмата. Да, уже начиная с 1200, заканчивая с 2750. Близ. Да. Все они... Нет, по-моему, я тебе, правда, до мат ни разу не доиграл. Но было очень близко. За два года до мата сдавалось. Так, вот, Никит, ты пока дебют разыграешь свою ныло. Я хочу зрителей спросить. Вот у нас осталось в программе камбэки. Дебютная лекция, турнир, потом тематический, который... Дебютная лекция не будет, а уже будет разбор птицок Денштейна. Вот я объясняю. Осталось камбэки, разбор партии. Партии где? В Рикявике? Алло? Да-да. Да-да. Вот этот супер турнир на Лечесе мы точно не пропустим. По 3 плюс 0. Вам не рекомендуем. Тематический турнир мы сами выберем... Тибют, по крайней мере, уже выбрали, насколько я знаю. Да-да, выбрали. Вот что-то из этого можно убрать и что-то добавить. Например, нахер разбор партии. Зачем? Самая интересная рубль. Можно... И самое главное, расслабляет очень хорошо. Да, согласен. Не, ну просто, наверное, хватит уже. Давай пока ограничимся этим матом. Да. Пешкой. Давай. Просто через 5 минут уже можно начинать пить. Пол марафона прошло. Ну хорошо. Мне плохо. Не, понимаешь, в процессе матования пешкой все зависит от... Того сдаст и соперник или нет. Тут были ментально. То есть он сдаст, а то я ничего не могу с этим сделать. Ну, значит, будем матовать пешкой для тех, кто пока не надоест. Нам нужен Жириновский. Или вернем сотку на базу. Миссия... Миссия невыполнима. Невыполнима. Слушай, мы только что заматывали конем... С краю доски по заказу. Так, смотри, зависло... Стоит брать такого? Такую ладью? Да. Это ладья все-таки. Нет, он на f6 возьмет. Нет, мой ключ. Ладно. Я почти зернул этот мат. Это было бы просто эпическое достижение. Смотри, смон 1 коня f6. Сверху 7 мат. Это был бы... Лучшая партия всего сатрима, по-моему. Теперь f5, 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 и ладья... Бабки в шапку, бабки в шапку, гони монету. Сделаем счастливее всех пистонных поросят планеты. Бабки в шапку, бабки в шапку, внеси свой вклад в дело спасения пистонных поросята. Йоу. Бабки в шапку. Валмата это круто. Интернационал. Слушай, ну ты был в Валмате? Меня Александр звал. Я был в Кустанай несколько раз. Моя мама туда родом. Казахстан это крутое место. Ой, там на D7 зависло. Город Кустанай. Сейчас он Костанай называется. Возьми ладью. Да, можно... На E6 возьму. Чтобы не связываться со всеми этими осложнениями. Кстати, очень-очень понравился мне город, хороший. Кирилл за стеной говорит. Не понял. А, далеко у меня этот микрофон. Я понял. Это не Александр. Ну здорово, то есть. Мы знаем, что у нас много. Больше одного подписчика. Из Казахстана. Из Казахстана. Так, ну сейчас должно быть меня лучше слышно. Сейчас лучше, вот по-любому сейчас уже лучше. Да, тебя нормально. По-моему, хуже стало. Было нормально слышно. Не, ну говорят, что как будет далеко от микрофона. Ничего не изменилось. Как бы, но так и осталось. Да, я же могу посмотреть, как было. Ну, то есть сейчас гораздо лучше. Вы скажите что-нибудь. Столовно уже. Но у нас того слышно на одном уровне. Это не Александр, а что, как вас зовут? Буду знакомиться. Нам матпешка надо дать. Ого. Слушай, такой удар нанести из датси. Это... Конечно. Ой, какой у нас дождичек. У нас просто град. Серьезно, град прям застилает. Сейчас тоже сейчас пойдем. Град, не град, не знаю. Лучше, но недостаточно. Недостаточно, да? Сейчас очень хорошо было. Только что. Как понять? Скажи что-нибудь. Я здесь. Где ты нашел отца? Сейчас стало лучше. Я сейчас сам включу и послушаю. Пожалуйста, секундочку. Недостаточно, да? Сейчас очень хорошо было. Только что. Как понять? Скажи что-нибудь. Я здесь. Где ты нашел отца? Нет, все, сейчас все хорошо. Я могу чуть-чуть его погромче сделать. Вот чуть-чуть. Как вам послать денег? Аркадий зовут нашего. Да, а фамилию? И есть ли у нас в группе? Очень приятно, да. Если вы не состоите в группе Шахмат и Феникс, ВКонтакте, вступайте. Да, сейчас я скину ссылку. О, второй. Номер два. Чувствую, у нас из Казахстана больше зрителей, чем из дома в другой точке мира. Если кого-то нету... Ой-ой, это прям стеной. Град, слушай, я пойду закрой балкон, а то у меня сейчас все там... Нахер. Да, как вот вам пишет спамбот, если есть желание перекинуть денежку, то нажмите на шляпу под плеером. Спасибо. И Крилл ее... Я сделаю все, чтобы Крилл ее не пропил эти пожертвования. Потратил на более полезные вещи. Да, кстати, ближе к концу стыла надо будет сделать... Так, сейчас я попробую... Подождите секундочку. Сейчас я попробую настроить микрофон. Так, тут вопрос... Крилл, что ты скажешь насчет идеи... Где-то, часов в десять, делать перекличку по городам? Да, прикольно. Так, сейчас секундочку. Свойства. Сейчас чуть-чуть его погромче сделать. А, уже погромче. Могу только вот так сделать, вот так. Так лучше? Очень хорошо сейчас. Вот сейчас хорошо? Да. Так, ни у кого нет фонов. То есть, не фонит ни у кого во время трансляции. Усиление Артем пишет не нужно. Блин, нас покинул народ, 44 человека, наверное, дождь всех обрубил. Потому что мы какой-то ерундой занимаемся, вместо того, чтобы играть в шахматы. Нет, 52 человек, все нормально. Так, тут приходило сообщение, как отблагодарить авторов. Усиление Артем пишет. Да, нажмите на шляпу. Да. Я сказал, что я сделаю все, чтобы ты не пропил эти пожертвования. Так, уберите последние изменения. Все, понял. Сейчас уберу. Не надо, там фонило, но опоздание 30 секунд. Сейчас лучше. Все, понял. Вот, вот так лучше. Вот так, вот так будет, наверное, нормально вообще отлично, я думаю. Или нет? Да, нормально, я думаю. Так, чтобы отблагодарить авторов, нужно нажать на шляпу. Вот, вот на эту. Вас перекинят вот на эту ссылку. Здесь вы напишите свое имя, свою сумму и сообщение, которое будет прозвучить голосом робота в эфире. Да, и по возможности все-таки напишите хоть какое-нибудь сообщение, потому что иначе мы не понимаем, кто нам перечислил денежку. Да. Уменьши громкость. Так вот, нужно выйти из полного эфира. То есть, есть полный эфирный твич, а есть не полный эфирный. Полный эфир, да, полный экранный. Что ты несешь? Полный экранный. Так, ты там в шахматы играешь пока? Да. Вот нужно будет. Я уже не знаю, что делать, чтобы заводовать людей пешкой. Тебе скажи, как у тебя будет получаться. А ты чем будешь заниматься? Я попробую свой микрофон на экран. Так, ты там в шахматы играешь. Все работало отлично. Да, сейчас я сделаю. Это не дашь его настраивать. Все, не ной. Все, погнали. Все, погнали. Слушай, у меня прям стенной дождь. Честно, вот прям, я не знаю, первый раз так в году вижу. Если в Новороссе идет дождь, идет просто пропический ливень. Так что готовься. Это по-другому, когда ты будешь, будет ясно по большей части. Так что. Я вообще-то хочу, чтобы 98% моего фарегуания в Новороссе было ясно. А остальные 2% ночи, да? Остальные 2% ночи, а я сплю. То есть ты собираешься спать 2% времени в Новороссе? Да. Сочувствую. Так, ну что, мат пешкой. Мы просто обязаны дать мат пешкой. Это будет неправильно, если мы его не дадим. Ну, пожар, ты он фигзан на веселье. С какой целью? Для веселья, я же сказал только что. Д3 подгораживает. Нет. Володя до 2. Что это вот не удалось? Володя до 2. Ну что, Володя до 2, чтобы все съели? Блин, у меня как раз папа, короче, вышло на улицу. У тебя туалетный звук. Да вот, блин, я не знаю, он не туалетный. Я вот только сейчас, я вот включал трансляцию, и меня хорошо слышно. То есть все пишут, что это плохо? Блин, у меня как раз папа, короче, вышло на улицу. Все плохо. У тебя туалетный звук. Да вот, блин, я не знаю. Так, там нужен же Ренос. Все хорошо у меня, точно. Реноский матч. Он не примет. Потом скинешь ему ссылку на стык. Он не помет. Он не примет. Он не помет. Он не помет. В общем, Кирилл опять ушел. Кирилл опять ушел. В общем, Владимир Вольфович не играет, поэтому вынужден играть с другим шахматистом. Первый ход желательно делать побыстрее, конечно. Не-не, Платон, какие минутки? Надо выполнить просьбу. Замотовать пешкой. Кирилл, ты можешь предупреждать, когда ты уходишь? Да блин, так выходит. Я же не один дом. И, ну, мне срочно понадобилось. Ты сначала скажи, мне срочно надо отойти и уходи. Что произошло пока меня не было? Ничего. Абсолютно. Все пишут, что у тебя отвратительный звук. Да почему? Я себя слышу нормально, вот я тут... Мне ты чего рассказываешь, я тебя тоже нормально слышу. Так, ладно, сейчас я еще раз включу, последний раз. Скажи мне, срочно надо отойти и уходи. Что произошло пока меня не было? Ничего. Смысл салямâканян. Все пишут, что у тебя отвратительный звук. да почему я себе конечно умеем отдавать золотым конем но как до этого довести это другое дело в принципе можно давайте только по порядку давайте сначала пешкой заматуем до этого довести очень легко перейти в веншпиль оставить только коня и солона чтобы перейти в чтобы поставить под пешкой тоже нужно перейти в веншпиль ну что то пока не переходит с них не все сдаются раньше времени мне принесли мороженое короче поздравляю знаешь какое я кстати тоже в макдаке взял рожачек чем отличается макдак в швейцарии от макдака в россии ценами не а кроме все то же самое я не знаю я не было не очень редко бываю в макдаке в швейцарии а в россии вообще не был никогда мне он не нравится не ну был конечно но ничего не помню если я бываю я беру этот рыбный бутерброд и и все в общем бабки в шапку бабки в шапку гони монету сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты бабки в шапку бабки в шапку внеси свой вклад в дело спасения бездомных поросят яу бабки в шапку привет из ханты мансийска спасибо за трансляции привет из ханты мансийска спасибо за трансляцию география расширяется я не знаю если кто то из тех кто смотрит запад не меня но даже если взять женеву до ханты мансийска это 12000 километров я буду говорить там американец ставлю на польшу еще одно сообщение ставлю на польшу от вот этого человека с ником из шив в ваке за надо ставить на швейцарю потому что находишься нет потому что это подсказывает здравый смысл бесполезный ливандовский который ничего не делает абсолютно в атаке ему нужна бавария вова слушай просто стеной если ты еще раз это скажешь я что нибудь кину в монитор у меня сейчас огромное желание когда ты себе нормальный ноутбук уже купишь а? я себе нормальный ноутбук куплю? а чем он плохо? то что у тебя экран постоянно трещит ну это надо поменять вот то что он трещит потому что одна из крепежек экрана отошла и он уже разваливается ну просто экран поменять и все ну так если б ты знал сколько моему ноутбуку приходится ездить куда? да везде ездить поезд самолет поезд самолет поезд самолет кровать туалет кровать туалет кровать туалет так далее но кровать туалет это у всех он тут ноутбук рассчитан на эти нагрузки слушай ну наклевывается что то нет? наклевывается то что он сдастся следующим ходом куда он наклевывается? наклевалось по полной сдался а да Артем пишет что расскажи впечатление да я был на товарнике сразу перед началом чемпионата европы который проходил в Женеве как раз между сборной Швейцарии и Бельгии и я уже тогда понял что Бельгия свое впечатление не производит несмотря на свой подбор звезд а Швейцария смотрелась хорошо достаточно дисциплинированно ну это в принципе это главная особенность команды швейцарской она достаточно дисциплинированна вызов кидай поэтому им довольно тяжело забить много голов кидай вызов я не понимаю как поставить надпешкой они все сдаются сейчас все будет вон у человека куплю ноутбук нормальная у меня HP Envy очень хороший ноутбук может поминутки проще поставить надпешкой нет почему они не будут сдаваться да попробуем поставить партию вдруг получится в этой я верю я тоже почему у тебя такая вот манья залазить конями на и 6 хорошая подыша ну хорошая макпешка нужно ставить да в гамбите мора какой это матпешк поставит у нас 7 см какой это матпешка поставит у нас 7 я сейчас я сейчас я сейчас во втором ласк Ну, что за слово что? Ну, возьмут. Персаж 5. Так, ну что? Ну, это, по-моему, мне почему-то кажется, что у меня есть шанс. Чуйка. Нужно найти человека с большим рейтингом. Да, да. Для этого нужно, чтобы он не оборвал партию против человека с рейтинга 1800. Серия пенальти, да. Ну, так как все, всем понятно было. Да? Мне нет. Зололоняшечка просто жаждет уже камбэков, и мы надоели эти мафии. Как-то правильно ник прочитали. Пускай напишут по-русски, попроси. Нет, особо тут вопросов всем, какие звуки произносятся у меня нет. Вопрос, где ударение. Или, может, двойного ударения. Нам двойного ударения. Зололоняшечка, вот так, наверное. Чем мы занимаемся? Старпы. Нужно пришли менять фигуры. Я уже вижу мафия. Их подуш. Нет, мафия. приходов сон 5 начать сон 5 но человек и 8 уже не пьет тут же да но я сдастся не сдастся я верю это путевшим качеством да шахматный футбол да интересно можем сейчас начать вот у нас ливандовский на е4 бесполезный оборачивая машинка оборудит пока идет вперед на б6 по-моему дзюба вроде как сильный но в итоге ничего не делает а че ц5 ц4 не боишься это хороший ну через пешка пост пойдет и все удивительное дело Ну блин, сыграя ФРСД4 и все. А че ФРСД4, я же заванчиво пойти. У него нет качества. Какой нахер ФРСД4? Что у меня... Утренец, и раньше я верил, что здесь будет на пешке. Что-то сейчас не очень верю. Это С2 Игнашевич. Он так же неподвижен. Я тебе должен сказать, что Игнашевич в неплохой форме физической для его возраста. А я тебе могу сказать, что Игнашевича отдаёт самые ужасные передачи, длинные. Не, ну конечно, зрители на четвертом ряду. Довольны, но... Нет, я понимаю, но я говорю про то, что вот чисто физика для ШУПАМ 36, по-моему, вполне неплохая. Все. Меняем. Что же мы так все ферзеты не поменяем? Блин, я... Меня бесит то, что у тебя в чате сломалось, сколько людей нас смотрят. Почему? Мне приходится заходить. Зачем тебе постоянно заходить? Какая альца, сколько людей нас смотрят. Так, гляди, пока повиняюсь. Какой нам матпешка надо поставить? Любой. Ооо, вот это да. Он склеился. Ну все, вы довольны, я надеюсь? ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! По ним.